Ну, а это, наверное, друзья из рубрики «Век живи, век учесть». В общем, друзья, обсуждали как раз-таки проблемы, ну или не проблемы, в общем, то, что всё касается автономного солнечного освещения, да, его накопителей, ну и так далее. В общем, вот чисто такие мужские вопросы. Ну, до этого времени, пока я не нашёл нужную информацию, я всегда думал, что если, допустим, вот у вас контроллер, да, у него написано, что можно, допустим, пропускная способность его, это 20 ампер, то, что он может, допустим, брать, заряжать и работает в системе 12 или 24 вольта, да. Он распознаёт автоматически подключаемый аккумулятор, вот, у меня вот этот на 12, этот на 12, вот, там ещё тоже стоит на 12, вот, ну и, в принципе, я думаю, ну, если система 12 вольт, всё, значит, у вас и солнечная панель тоже должна 12 вольт. То, что у меня там подключено, сейчас 12 вольтовая на 50 ватт. Дома у меня тоже стоит две 100 ваттовые солнечные панели, они тоже на 12 вольт. Ну, и, в общем, тут возник такой вопрос, мужики начали обсуждать, и они говорят, а можно ли, допустим, подключить, у нас там фирма, одна на соседнее здание полностью устанавливает солнечные панели, да, на всю площадь крыши. И на вертикальную западную стенку. Вот, они там всё устанавливают, ну и, конечно, возник вопрос, можно ли с ними, допустим, договориться о том, чтобы подешевле купить, вот, там, ультра-современные какие-то солнечные панели. Вот, может быть, отдадут, продадут. Вот, я говорю, да зачем они вам нужны, потому что-то они-то, может быть, идут или на 36, или на 48 вольт. Да, и они ещё из-за того, что ультра-современные, они стоят дорого, вот, и они просто-напросто не подойдут к вашей системе. Вот, вы, допустим, делаете, да, 12 вольт систему, вот, а 36, ну, это всё у вас просто-напросто погорит и всё. И я был уверен в этом, что это так, действительно, вот, логически, да, подумать, что это так и работает. И, как оказалось, это не так. Но всё, конечно, зависит вот от этого контроллера, который я вам показал. Они бывают разные. И у меня этих контроллеров несколько. Вот это то, что я последний купил, он поддерживает литий-ионные или железо-фосфатные батареи, да. Там можно выставлять параметры, и он их не перезаряжает. Это самое главное, потому что, допустим, вот этот вот контроллер обычный, да, я в нём не нашёл установок. Я его покупал на где-то 7 евро. Видите, задняя стенка его очень тонкая, да. Здесь нету рёбр, как на этом, допустим, охлаждение. Вот. И этот, допустим, у нас МППТ, а этот ПВМ, да. Его, допустим, технические характеристики в 2-3 раза меньше, чем, допустим, в возможности вот этого вот контроллера. Вот. Вот такой контроллер. И где-то у меня ещё, где-то ещё... А, вот. Вот, допустим, да. Здесь тоже, видите, стоит 12-24. Это автоматическое распознание подключаемого аккумулятора. И его, допустим, защита здесь 6 ампер. На этом, который я показал, там, наверное, 30 или 40 я покупал. Не помню. 40, наверное. На этом 20. Вот. Но они все, они разные. И здесь нужно, допустим, смотреть технические характеристики каждого контроллера. Получается, что в этом контроллере вход может составлять 90 вольт. И в его описании написано, что он может работать с высоковольтажными солнечными панелями. Допустим, 36-48, короче, всё можно до 90 вольт, да, наращивать. У того, не знаю, нужно читать. Это тоже я посмотрю его характеристики, насколько. Вот. И получается, что узнав, что у меня основной, допустим, контроллер, он может работать с высоковольтажными панелями, у меня здесь, в общем, договорчик с одним человеком. Он продаёт свои старые панели. Они были установлены на его доме. Это как раз высоковольтажные, они на 36 вольт. Вот. И он продаёт их за 30 евро. Вот я еду в субботу вечером забирать эти две панельки. Две панели я буду брать. На дачу самое то. Вот. И получается, что я к своей системе могу подключать высоковольтажные, высокопроизводительные эти солнечные панели. Те, которые я купил, они тоже новые, но они уступают в технических характеристиках. Они получают на 12 вольт систему, а те на 36, но те и с защитой от перегрева, и от коррозии, и так далее. В общем, те, которые выпускают лет на 25, если не больше. Вот. Но, как я говорю, что, как оказалось, что всё это зависит именно от этого контроллера. И позже уже я нашёл один канал, на котором парень как раз таки рассказывал, на что обращать внимание и чем вообще отличается один контроллер от другого. А мы же никогда, если что-нибудь покупаем, ну вот посмотрели, а чтобы защита была повыше, да, там, допустим, ну 60 ампер, вот. И всё. Да, и чтобы вот он заряжал. И чтобы было USB, чтобы он там, допустим, понижал до 5 вольт, вот, и можно было там сотовый телефон заряжать от него. Всё, в основном мы эти брали, то, что подешевле. Вот. А оказывается, они все разные, и просто, ну, просто-напросто нужно смотреть вот эти характеристики и учитывать их, да, и вы можете, допустим, я могу теперь к своему основному контроллеру подключить 36 вольт на входе, оставить систему на 12, вот мои аккумуляторы, вот. И в нём есть как раз таки этот трансформатор, который будет удерживать напряжение на выходе, на освещение, вот, и подавать ток, именно тот, который рассчитан на этот тип батарей, да. Он может. Вот тот, я думаю, что он уже не может. Он просто-напросто и сам сгорит, и всё может похерить, и все батарейки у вас тоже перегорят. Насчёт этого не знаю, нужно смотреть. Это старая модель, здесь всего 6 ампер, вот. Но я, если у меня, получается, будет высоковольтажные на основной системе, две другие панели, они пойдут на мою электростанцию переносную, мобильную. Буду её подзаряжать, и там есть как раз таки инвертор на 600 ватт, 220 вольт. Вот, буду использовать именно там. И 50-ти ваттовая, которая сейчас установлена, я её перекину на третий контроллер, будет что-то другое заряжать, какой-то другой свет, возможно, даже декоративное освещение домика, которое я буду устанавливать. У меня для этого, как бы, много есть и гирлянд, и возможности. Лазорька прилетела. Семечки щелкают, и прилетала как раз таки зарянка. Вот так что, представляете, вот искал информацию, не мог найти, а оказывается, что, да, действительно, я был неправ. И мой сосед мне тоже говорил, что, да ты чё, можно устанавливать любую. Ну, я ещё скептически к этому отнёсся. Думаю, да блин, это же всё погорит просто-напросто. Ну вот, оказывается, это возможно только при наличии, ну, как, соответствующего контроллера зарядки. Всё. Вот. И этому я рад. И у меня суббота-воскресенье эти должны быть плодотворны в плане работы. И радости будет, конечно, не будет радости предела. Продолжение следует...